Я думаю, что если ты сейчас выйдешь то хоть на Красную площадь с портретом Путина и напишешь Путин наш президент навек Все будет хорошо Да, и тебя даже не задержат Но проверять бы не хотелось все равно Я не представляю себе ситуации в которой в центре Москвы сейчас разрешат разбивать какой-то палаточный лагерь и целую неделю люди будут там жить Мне странно почему власти так упорствуют почему не дать людям возможность выпустить пар Такое чувство, что здесь не работает наша любимая формула Да, но есть нюансы Привет, это подкаст «Человек имеет право» Его ведем я, Марьяна Тарачешникова И я, Наталья Джампаладова Привет Сегодня третий эпизод подкаста «Мирные без оружия» в котором мы пытаемся проследить историю развития права свободно собираться выходить на митинги и акции в России Наконец, спустя два эпизода мы дошли до более-менее близких к нам времен потому что закончили разговор наш на разгоне мирного, согласованного с властями митинга на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года Да, и сегодня мы обсудим что было после Болотной площади в российской протестной активности как она трансформировалась как трансформировалось законодательство и как мы дошли до того, что впервые в истории современной России и, наверное, Советского Союза за последние 3-4 массовых акций в России было задержано больше 10 тысяч человек таких цифр не было никогда И помогут нам разобраться в этом а также во всяких законодательных изменениях происшедших в России и расскажут о том, о как оно в Париже и Америке на которые очень любят ссылаться федеральные каналы журналистка Наталья Геворкян которая как раз-таки живет в Париже доктор юридических наук Илья Шаблинский адвокат адвокатского бюро Мусаев и партнеры Дарья Тренина и заместитель директора по американским программам правозащитной организации Human Rights Watch Лора Питер Поскольку мы закончили на 6 мая 2012 года тут, наверное, нужно пояснить что после вот этого разгона митинга на Болотной площади протестная активность не спала В Москве с 7 мая начались так называемые народные гуляния Это даже не митинг, а действительно буквально гуляния Люди при этом требовали освободить задержанных во время марша миллионов на Болотной площади в Москве Небольшая группа активистов и сочувствующих начала перемещаться с одной точки Москвы на другую ходили-бродили, убегали от полиции и финальной точкой стали чистые пруды памятник казахскому поэту Абаю Кунанбаеву и там несколько дней неделю существовал лагерь палаточный да, он действительно был лагерем я помню, я сама пришла посмотреть как это все выглядит а потом, насколько я понимаю некоторые жители соседних домов пожаловались, что существование этого лагеря делает их жизнь совершенно невыносимой и по решению суда лагерь должны были разогнать и это произошло да, пришла полиция всех смели ну, из 2021 года говоря о событиях 2012-го я понимаю, насколько либеральнее все тогда было я не представляю себе ситуации в которой в Москве в центре Москвы сейчас разрешат разбивать какой-то палаточный лагерь целую неделю люди будут там жить и, собственно, в том же 2012-м году появился и проект ОВД-инфо который подсчитывает число задержанных на протестных акциях строго говоря, он появился чуть-чуть раньше в самом конце 2011-го года во время той памятной акции на чистых прудах 5 декабря о чем мы рассказывали подробно в предыдущем выпуске подкаста и, как пояснял один из создателей ОВД-инфо Григорий Охотин в тот вечер он работал на этой акции как журналист и так получилось что очень много его знакомых друзей задержали и уже после акции он поехал выяснять по ОВД что с ними происходит где они, что им нужно он встретил там еще друзей и они стали объезжать просто искать своих и составлять попутно списки задержанных и выкладывать их в Фейсбук за ту ночь они составили первый список ОВД где находилось по их данным 253 человека его опубликовали сначала у себя в Фейсбуке а потом это перепечатали разные СМИ и стало понятно что эта информация востребована и, собственно, Охотин вместе со своими друзьями стали придумывать как это все построить систему но и в настоящее время это одна из самых уважаемых и, к сожалению востребованных некоммерческих организаций так или иначе дожили до 2014 года а в 2014 году было же что в 2014 году точнее с конца 2013 начались волнения в Украине тут Россия покусилась оттяпать Крым я так понимаю под шумок и, конечно, люди начали выходить на улицы в России и протестовать против такого поведения собственного правительства и последняя эта история там с объединением всей оппозиции российской она на том и закончилась потому что вся эта оппозиция разделилась после аннексии Крыма ну и, кстати, любопытно именно после крымских событий акция стратегии 31 о которой мы рассказывали в прошлом выпуске подкаста она чуть ли не в первый раз была согласована потому что идейные лидеры вдохновители этой акции Сергей Удальцов и Эдуард Лимонов поддержали присоединение Крыма тем не менее именно в 2014 году и именно со ссылкой на события в соседнем государстве в России была принята поправка к Уголовному кодексу в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 212.1 которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение порядка организации проведения или участия в какой-то акции до 5 лет лишения свободы стать обвиняемым по этой статье можно так сказать не сразу сначала должно быть два административных задержания по таким же по сути обвинениям третье за полгода нарушения становится основанием для возбуждения уголовного дела и первый осужденный по этой статье был Эльдар Дадин именно поэтому статью называют еще Дадинской он-то как раз активно выходил на пикеты в знак протеста против аннексии Крыма российской военной агрессии в Украине и его таки судили по этой статье и приговорили и адвокаты пожаловались в Конституционный суд Российской Федерации сказав что это совершенно не конституционная статья Уголовного кодекса что нельзя человека который выходил с плакатом постоять в одиночном пикете его нельзя отправлять за это в колонию ну ни при каких обстоятельствах Конституционный суд сказал что дело Дадина надо пересмотреть но статья сама по себе конституционная вот этот отказ конституционных судей признать статью неконституционной он конечно аукнулся еще потом Эльдар и Дадина действительно оправдали он правда успел уже к тому времени посидеть в колонии но тем не менее продолжили судить других людей по этой же статье да но я посмотрела намеренно статистику судебного департамента за все это время после Дадина больше никого не судили в России по этой статье до 2019 года а в 2019 году было вынесено сразу два приговора активисту из Москвы Константину Котову причем его приговорили к четырем годам лишения свободы и только уже в 2020 сократили срок до полутора лет а в это же время в Архангельске приговорили Андрея Боровикова участника экологических протестов к четыремстам часам обязательных работ наконец в 2020 году уже в конце года суд приговорил к двум годам условно муниципального депутата из Москвы Юлию Галямину тем не менее оппозиция еще могла выходить на какие-то митинги в 2015 году на 1 марта готовился марш весны или весенний марш над ним работал оппозиционный политик Борис Немцов но Борис Немцов не дожил до этой акции его убили 1 марта люди вышли на марш памяти Бориса Немцова и вышли не Марина куда их отправляли а в центры Москвы так чтобы пройти по тому самому мосту на котором застрелили политика и с тех пор в ближайшие к 27 февраля дни каждый год проходят акции памяти Бориса Немцова в этом году не будет марша да в этом году организаторы даже не стали подавать заявку понимая что из-за ковидных ограничений вероятнее всего им откажут и просто попросили мэрию Москвы не препятствовать желающим принести цветы к месту убийства Немцова и пообещали что все будут соблюдать социальную дистанцию все будут в масках но после 2015 года убийства Бориса Немцова политическая жизнь в общем-то не замирала так например протестовали дальнобойщики против введения системы Платон протестовали против пенсионной реформы в России начались так называемые мусорные протесты в основном в Подмосковье или вокруг каких-то крупных городов где надо было решать проблему со свалками пытаясь решить эту проблему в Подмосковье власти спровоцировали протесты жителей Архангельской области и республики Коми потому что им не пришло ничего в голову умнее как там на севере складировать московский мусор и люди конечно крайне были возмущены этим и долго протестовали но вот это был как раз тот редкий случай когда их требования были услышаны и в итоге в одностороннем порядке власти Архангельской области прекратили вот это соглашение о строительстве полигона и люди победили я вот подумала о том почему именно экологические протесты имеют какой-то результат может быть еще и потому что сами люди очень остро чувствуют связь между тем что происходит со своей непосредственной жизнью и тем сильнее отчаяние и напористее они борются за то чтобы отстоять важные им вещи а при этом политические требования как мне кажется они такие достаточно эфемерные мне кажется что власти идут на уступки когда видят что эти протесты перерастают в политические потому что если человек вышел против свалки мусора он сначала выходит против свалки мусора если он видит что на этом митинге или не дай бог его самого отлупили полицейские он выходит уже и против мусора и против незаконных действий полицейских потом он выходит уже в принципе против там губернаторов местных потому что считает возмутительным факт что те это допускают и вот на этой стадии мне кажется федеральные власти думают ага нужно быстренько огонек потушить но вот кстати Илья Шаблинский считает что люди даже заявляя какие-то экономические требования тем не менее протестуют из политических соображений на массовые акции люди решаются когда осознают какое-то событие как наглый политический обман вот наглый подлый обман и экономические причины являются дополнительными факторами и сейчас люди откликнутся на случай вот какого-то наглого политического шулерства на выборах ли на каком-нибудь судебном процессе ли ну и так далее кстати отчасти его слова может подтвердить пример протестов связанных с арестом в Москве в 2019 году журналиста Ивана Голунова его арестовали обвинив в хранении наркотиков сначала на Петровку стали приходить тоже журналисты считая что дело сфабриковано но потом к этим людям присоединилось множество других людей которые и читали или знают соседей друзей которых привлекали по наркотической статье не знают о методах работы полиции по таким делам настолько большое количество людей было задето вот этой явной открытой попыткой сфабриковать уголовное дело что люди собирались выходить на митинг и власти сказали мы отпустим вашего Голунова только не надо никаких акций в Москве и даже несмотря на эту договоренность отпустить Голунова 12 июня в день России несогласованно вышло довольно большое количество людей а потом началась подготовка к выборам в Московскую городскую думу многих независимых кандидатов не зарегистрировали на этих выборах и люди вышли протестовать во время одной из таких акций в Москве задержали начинающего актера человек просто стоял на улице и разговаривал по мобильному телефону его схватили задержали и в поддержку вот этого актера Павла Устинова уже стали выходить актеры тоже на одиночные пикеты Устинову повезло меньше чем Голунову его все равно признали виновным но дали условный срок а уж после 2019 года провести какую-то акцию в Москве тематика которой была бы неприятна властям было практически невозможно ну тут и наложились ковидные ограничения потому что всю весну 2020 года никто особо не помышлял ни о каких акциях протеста весной это тоже выходили люди ну в частности журналисты муниципальный депутат московский Илья Азар пытался выйти в одиночный пикет социальная дистанция соблюдается более чем и все равно Азара задержали и арестовали потом задерживали тех кто выходил в знак протеста против задержания Азара а в итоге мы пришли к тому что и пикетную очередь тоже объявили митингом да это произошло совсем недавно в конце 2020 года когда Госдума пачкой приняла целый блок законов которые называют репрессивными и среди этих нововведений были поправки в закон о митингах в котором в частности теперь пикетная очередь признается митингом Организаторы акции теперь обязаны либо согласиться вот с тем что предлагают власти в качестве альтернативного места и времени проведения акции либо вообще отказаться от ее проведения И об этом подробнее расскажет Дарья Тренина Если орган предлагает то что совершенно не устраивает организатора публичного мероприятия я не вижу что бы из закона предполагалось что начинается какое-то обсуждение например организатор мог бы предложить что-то другое нет организатор должен сказать что он не принял отказаться от проведения мероприятия и по всей видимости подавать новое уведомление если он хотел бы обсудить другое время и место очевидно что нет никакой процедуры согласования есть процедура санкционирования и это обоснованное предложение ты либо обязан принять как оно есть и митинг не проводить если ты его не принял помимо прочего увеличивается период в течение которого чиновники теперь должны дать ответ на вот это уведомление о публичном мероприятии грубо говоря они могут просто думать до последнего а потом сказать нет идите не сюда а туда кроме этого вводятся дополнительные территориальные запреты на проведение акций у зданий занимаемых экстренными оперативными службами и к ним в общем относятся в том числе полиция и ФСБ то есть на Лубянке теперь нельзя будет у здания ФСБ митинговать кроме того существенно ограничиваются возможности для агитации к участию в какой-то акции и если например власти посчитают что кто-то зовет кого-то на акцию которая какая-то неправильная то к ответственности могут привлечь вот этого человека рассказавшего о такой акции что сейчас активно уже и происходит ну и увеличили наказание по статьям о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции о нарушении правил проведения публичного мероприятия в общем готовятся к чему-то очевидно или так испугались события в Беларуси что думают как бы чего не вышло в России а еще говорят часто про Париж что вы что там хотите как в Париже и вот я поинтересовалась у Натальи Гваркян а как там в Париже все манифестации демонстрации и так далее носят уведомительный характер потому что правоохранительные органы должны знать в каком месте проходит акция если это шествие из какой точки А в какую точку Б люди собираются идти сколько будет людей организаторы митингов об этом обо всем уведомляют мэрию полиция присутствует так их не видно но они всегда занимают некоторое пространство и улицы отдаленные на каком-то расстоянии от того места где происходит манифестация митинг и так далее они там нужны на всякий случай полиция приходит для того чтобы защитить людей которые выходят на улицы от всяких неприятных и всегда возможных неожиданностей да когда локдаун и комендантский час вот сейчас скорее всего надо получать разрешение я это знаю потому что когда два воскресенья подряд мы выходили в Париже в защиту политзаключенных и Навального оба раза организаторы просили разрешения и получали его потому что такой митинг предполагал некоторое скопление людей что в пандемию в общем нежелательно но бывает разное например когда начинались демонстрации желтых жилетов очень многие ругали полицию за то что она бездействует потому что она опасалась что ее обвиняют в нарушении прав человека и громили и били витрины и вообще было сумасшествие и поджигали рестораны и полиция некоторое время никак на это не реагировала но я хочу сказать что желтые жилеты на мой взгляд то что я видела собственными глазами ничего не громили и не поджигали машины и мусор не поджигали вообще ничего такого плохого не делали но каким-то образом всегда к желтым жилетам присоединяются ребята в масках без желтых жилетов кстати которые как бы за ними стоят за желтыми жилетами и если кто и проявляет агрессию и бьет витрины и поджигает и так далее это эти ребята я пришла на Бастилию когда они дошли до Бастилии желтые жилеты и меня сбил с ног ровно вот этот хулиган а наоборот желтые жилеты подбежали и меня подняли и как-то помогли отряхнули и так далее но когда нормальная мирная демонстрация или манифестация и так далее полицейских нет ты их не видишь до того момента пока не дай бог не возникает ситуация которая требует их присутствия даже во время восстания предместий когда реально был риск для полицейских потому что действительно были коктейли Молотова и камни и так далее они не имели права брать с собой на эти акции табельное оружие то есть ситуация в Питере когда человек достал табельное оружие и нацелил его на демонстранта просто исключено здесь никогда никто ни вот эти специальные войска ни жандармы никто не придет на подобные шествия граждан с табельным оружием им просто запретит министр и конечно каждое применение спецсредств типа там газа или водометов и так далее это только санкционировано министром полицейских затаскают по судам если без всякого основания не выхватывают людей в мирно идущей группе или кидать букву около выхода из метро или вообще прохожего их затаскают по судам звучит конечно удивительно после примеров с Парижем нам же стали говорить но вы видели бывает еще хуже как в Америке погромы поджоги и все прочее страшное и как так можно я попыталась выяснить как вообще обстоят дела в Соединенных Штатах с организацией протестного мероприятия и вот что мне удалось понять право на свободу мирных собраний зафиксировано в Конституции США в первой поправке это такое базовое конституционное право которое никем не оспаривается на практике во многих Штатах требуется некое уведомление разрешение на проведение акций вот я просто загуглила как организовать в США митинг и очень часто на первом месте вот в списке того что надо сделать это позвонить в полицию или в какую-то другую государственную структуру и выяснить какие правила там и что вам как организатору нужно сделать полиция при всем при этом в идеале да как рассказала мне Лора Питер из организации Human Rights Watch полиция должна содействовать праву людей свободно собираться а если она применяет силу то это должно быть в каких-то ну просто исключительных случаях полиция должна обеспечивать право на мирные собрания она должна убедиться что люди которые выходят на митинги могут это делать мирно они должны защищать митингующих от того что кто-то может посягнуть на безопасность их право на мирные собрания так правда не всегда происходит в штатах иногда полиция применяет излишнюю силу как мы видели недавно на протестах но они никогда не должны использовать силу чтобы помешать людям реализовывать их право данное первой поправкой любое применение силы должно быть пропорционально угрозе если например какие-то люди участвующие в акции вызывают беспокойство или создают угрозу безопасности полиция должна сосредоточиться на этих конкретных людях а не пресекать весь митинг но при этом еще как любят часто утверждать люди дискутирующие по поводу право на согласованные или несогласованные акции что вот там где-то на западе там в тех же штатах или еще где-то сажают на очень длительные сроки заключения за участие в таких акциях но как разобралась адвокат Дарья Тренина это санкция за массовые беспорядки а массовые беспорядки это не мирная акция протест я попыталась изучить законодательство других стран потому что действительно есть такая информация вот в российской газете была статья о том что чуть ли не в тюрьму всех сажают сразу за несогласованные митинги я не нашла никакой ответственности для участников митингов который был проведен в отсутствии уведомления или какой-то процедуры согласования в зарубежных странах тем более уголовную нет никакой уголовной ответственности за участие в мирном митинге даже если его организаторы провели его с нарушением вот какой-то уведомительной процедуры вот есть руководящие принципы ОБСЕ где все принципы которые применяются к мирным собраниям описаны где приводятся выдержки из законодательства других стран такие процедуры какие возможные санкции на организаторов или на участников которые уже не мирные понятно что массовый беспорядок и мирный митинг это просто абсолютно разные вещи нельзя каждый митинг который даже приведен с нарушением процедуры уведомления сразу же приравнивать к массовым беспорядкам мне странно почему власти так упорствуют почему не дать людям возможность выпустить пар Илья Шаблинский считает что такие взаимоотношения власти и общества ну когда люди протестуют то власть им не мешает это должно быть нормой и Россия к этой норме приблизилась за время своего существования только один раз в 90-х годах на недолгий период а сейчас все может привести к довольно плачевным результатам нормально когда власть спокойно наблюдает за митингом своих оппонентов это не сила и не слабость это просто вот нормальные отношения власти никогда не может нравиться когда на митинг ее оппонентов приходит много народу там сотни тысяч всегда есть опасения а вдруг они попрут куда-нибудь но вот норма должна заключаться в том что одни собираются и выражают там свои протесты другие спокойно на это смотрят обеспечивая необходимый минимум безопасности в чем сейчас главная беда в том что у власти стоит цель жестко показать своим оппонентам что с ними не будут считаться вообще поэтому никакие манифестации не будут позволяться и людей которые приходят на это оппозиционное стояние хватает еще до начала мероприятия это совершенно беззаконие я так понимаю власть добивается того чтобы вот ее оппоненты которых делается все больше чтобы они сознавали что с ними никто считаться вообще не будет и это жутко это конечно чревато очень опасными поворотами нашей истории спустя три эпизода подкаста думаю можно констатировать в настоящее время конституционное право на свободу мирно собираться без оружия в России мягко говоря чиновники игнорируют ну я с тобой здесь соглашусь потому что даже такое чувство что здесь не работает наша любимая формула да но есть нюансы есть один нюанс если это митинг за что-то что делает власть право на свободу собрания есть я думаю что если ты сейчас выйдешь то хоть на красную площадь с портретом Путина и напишешь Путин наш президент навек все будет хорошо да и тебя даже не задержат но проверять бы не хотелось все равно это был подкаст человек имеет право его вели я Марьяна Трачешникова и я Наталья Чампаладова наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах это Apple подкасты Google подкасты Яндекс.Музыка Castbox Spotify YouTube а также на сайте Радио Свобода я просто представляю себе знаешь молния журналистка Радио Свобода вышла на Красную площадь в пикет с пикетом в поддержку да да студия подкастов Радио Свобода человек имеет право время свободы американские вопросы Кавказ подкаст атлас мира цитаты свободы скучно не будет слушай на всех подкаст платформах просто надень наушники подкасты Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин